Раковин, ракушек разнообразные. Ну, может быть, какое-то что-то такое. Подземные, да, такие галереи. И главное, что там еще что-то с тоннелями связано, уходящими туда, в подземелье. А, в принципе, на Гипербореи все города были подземными основные. Только столицы были надземными, а в основном люди жили в подземных городах. И было туннельное сообщение, что сейчас находят такие шахты. В принципе, некие подобие такого строя, арэвачи и дровиды строили по другим территориям. И территория Сакураи, Сакуптианы и Сакрамаи, то есть территория Украины, Кубани, Турции и Египта, она, в принципе, и была испощрена такими всякими системами. Я читал, что будет тоннельное сообщение не только с Европой, но и с им, и с Северной Америкой. С Индией были, и, в принципе, если разбирать гиперборейские тоннели, то один из гиперборейских тоннелей был непосредственно в Даниэград. Даниэград, Даниэград, это фактически одна из огромнейших пещер, которая находится под Атлантическим океаном. Там, в Атлантическом океане, есть стыковка двух плит. Вот между плитами, там в глубине есть огромнейшая пещера, в которой живут донавы. Там это их как бы столица была. И один из тоннелей из Ратая шёл туда, другие тоннели шли к Гималаям, шли к Турции, шли в другие регионы, шли в Америку. Но это всё отдельная история. Так вот, случились все эти события в Европе. Уже чуть раньше до этого значительная часть Аравичей переселилась с территории Ратая на территорию нынешней Украины. Это даже не совсем Украина, это, точнее сказать, Украина, Польша, Беларусь. От Вислы до Днепра, от Припяти до Днестра. Есть несколько представлений об этом регионе. Ну да, 16 тысяч лет назад. Нет, это 24 тысячи лет назад. Есть представление о регионе? А, ну да. Польша, Беларусь. Я приготовил специальные исторические карты. Вот, в принципе. Ну, это карта Великого Княжества Литовска. Однако, Древняя Ратая фактически на этих же территориях и... Вернее, здесь Великое Княжество Литовское и Королевство Польское соединены в Речь Посполитов. На центральных областях этого государства в древности находилась Ратая. Новая Ратая. Однако, позднее население распространялось. Были обжиты как раз подземные города всего циркумпантийского региона. Была заселена полностью Сакурая, то есть территория нынешней Польши, Беларуси и Украины. Сакрамая, территория Прикавказия, Кубани и Прикаспия, а также Анатолия, то есть Турция. И была заселена Сакуптияна. Это территория от Эфиопии до Сирии. Ну, фактически, Египет и прилегающая. Египет, Судан, Ближний Восток. Есть понимание? Средняя Азия? Нет, для Средней Азии. А? При чем здесь Средняя Азия? Ну, самый Судан, туда, это вот... О, Господи, меня спаси. Средняя Азия в другую сторону, Средняя Азия в Азии, а Судан это в Африке. Ну, снова надо смотреть. Средиземное море, да, я понял. Аравийский полуостров, Иран, Ирак. Ну да, но Иран, Ирак это в ту сторону. Да, Средний, туда. А Судан это прямо под Египетом. Я могу... Ну, разберем еще это все дело. Так, в общем, позднее, позднее, ну, шли эксперименты. Было понятно, что уже не получится использовать древние технологии, поскольку их осталось мало. И жить постоянно в подземных городах как-то тоже не особо интересно. С потерей технологий теряется возможность их отопления, теряется возможность коммуникаций. Короче говоря, нужно было сооружать новую цивилизацию с самого начала. Посему постепенно на территории Анатолии разработали каменные дома, а на территории Украины в трипольской культуре разработали мазанки. То есть хатки из древесины, из глины и так далее. Вот это два таких цивилизационных, как бы, очага. И первые дома в Анатолии вообще, в подобии древним подземным сооружениям, имели дверь в крыше, что, в принципе, археологически доказывается. А города и дома в триполье, они не имели дверь на крыше, они имели дверь, вот как сейчас дверь. Было так разрушено, что приходилось восстанавливать полностью. Да, да, да. Это было после войны Данау? Нет, это было еще после войны Князя Тьмы. Но, однако, после войны Князя Тьмы была проблема с переселением с Гипербореей. На территории Веденгороди, то есть это Полесье, жили дровиды, которые обладали еще технологиями. Но дровиды в физическом плане постепенно вымирали и возносились в высшие миры. А арэвачи, которые пришли на эту территорию, начали с ними смешиваться и так далее. Уже многие технические средства без производственно-технической базы на Гипербореи не могли воссоздавать. А пользоваться тоже не особо хватало уже этих предметов. Поэтому вот на протяжении 24-16 тысяч лет назад шел как раз паразитизм над остатками старых технологий. Их выжимали до остатка. Плюс начинали уже сооружать дома, из чего попало, вплоть до того из шкур, бивней и костей мамонта. В частности, находки, то что известно как мизинская культура, это уже был шалаш из костей и бивней мамонта. Но они использовали шкуры, бивни, а вот мясо они же не употребляли в то время уже? Или была уже деградация? Ну, во-первых, само по себе употребление мяса не является деградацией. Деградацией является употребление мяса без потребности. В некоторых временах, например, 11 тысяч лет назад было похолодание, очень сильное похолодание. Когда территория Веденгородя, территория Новой Ратай, они остались верны ведическим знаниям, они переходили в глубокие чащи лесов, они некоторые города оставили накрытыми дровицкими куполами, а сами ходили в эти леса, там занимались подсечным земледелием таким. Они выбирали некоторые участки леса и там косили, там сели пшеницу и косили. И в Велесовой книге было записано, «Змушени были в лесы перейти и там косили, рыбу не ловили, по воле Божеской смогли уклониться от данной спокусы». Это вторая доска Велесовой книги. Это тот же период описывался, да, 24-16 лет назад? Нет, это 11 тысяч лет назад. Великий голод, великое похолодание – 11 тысяч лет назад. К сожалению, сейчас некоторые товарищи эту строчку даже переводят как «были вынуждены в леса уйти и там косить, и ловили рыбу, и смогли уклониться от данной спокусы». И я, когда вот это прочитал у некоторых лингвистов, я чуть просто, ну, не знаю, ощущение такое, когда то ли люди настолько дебильные, что очевидно искажают, то ли люди настолько привязанные к мясоедству, что ищут попытки как бы оправдать своё мясоедство, искажая факты. Ну, представь себе такую строку. «Вынуждены были в леса перейти и там косить, рыбу ловили, по воле богов смогли уклониться от такого искушения». Где здесь логика? От какого искушения смогли его уклониться? «Вынуждены были в леса перейти и там косить, рыбу ловили». Где? В лесах, там, где косили? Или где? Ну, понятно, слова были про искушения, перевели как есть, но с логикой не осмыслили просто этого. Ну да, ну, то есть как? Вот просто вопрос, как? Ну, понятно же, что фраза нелогична. А потом разные такие, как Баркова, как Залезняк, и начинают говорить, что Велесова книга – это бред и новодел, поскольку такие вот переводчики попереводят её, что получается в действительности бред. Ну вот, и причём это, я говорю, за перевод, я не буду говорить, чей именно, но одной из достаточно разумных переводчиц. Я ей потом звонил и как бы спрашивал, ну, что за бред? Вы же понимаете, что, ну, не может так фраза строиться. Спасибо.